Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро! Гутен мордин! Гутен мордин! Гутен так! Гутен мордин! Гутен так! Какое-то дальше есть продолжение, не помню. Шалом, Максим! И мы продолжаем изучать Тору, стараемся изо всех сил понять, что Бог от нас хочет, и потом начинаем выполнять. Но интересно, вот для меня сейчас главная фраза, которая вообще во взаимоотношениях с Богом, главная фраза такая. Неважно, человека делает религиозным не то, что Бог сделал для него, а то, что человек сделал для Бога. Это очень важная вещь. Вот Гриша Цибульский знает, он очень много делает для Всевышнего, и он становится все более и более религиозным из-за этого. Потому что, когда Бог делал чудеса, Он для всего мира делал чудеса, для каждого из нас делал чудеса, Он для каждого из нас делает чудо каждое утро, когда человек просыпается, это чудо. Он лежит вообще вот, мы привыкли все пытаться контролировать, да, свою жизнь там все время на контроле держать, все. А потом ты лежишь там 8 часов вообще без сознания, и живой, и не умер, и дышишь, и ворочаешься, и тело отдыхает, и ты как-то вообще себя не контролируешь. И каждую ночь ты просто отпускаешь на 8 часов свой организм, а Он знает, что делает. И когда ты утром просыпаешься, каждый раз это чудо. Поэтому религиозные евреи говорят так. Жена моя дорогая, привет. Значит, говорят так. Когда просыпаешься утром, первая мысль такая, да, первые слова. Понимаете? Это очень важно. Привет из Берлина, да. Был я недавно как раз. Хорошо, а мы продолжаем изучать, что дальше делать-то. Вот ты проснулся, и мы сейчас изучаем законы злоязычия. Потому что главное, что человек делает всю свою бодрствующую часть дня. Вот пока человек бодрствует, он постоянно разговаривает или с собой, или с другими людьми. Вообще ни секунды не замолкает. Вот просто ни секунды. В голове в течение дня проснулся, и пошло мысли. Такая мыслемешалка. И ты все время в этих мыслях своих живешь. А твое эмоциональное состояние, это следствие... Да, Ривка, пользуясь случаем, передаю привет своей семье. Хорошо. Значит, еще раз, смотрите. Человек прямо с утра проснулся, и у него начинают крутиться мысли. У большинства людей мысли крутятся сами по себе. И человек, он живет в этой своей мыслемешалке, в которой ей управляют все, кто угодно, кроме него. То есть, его там, его кто-то ему что-то сказал, он об этом думает. Тут его кто-то позвал, он об этом думает. Тут у него что-то там, какой-то он должен кому-то обещал вчера там что-то, он об этом думает. И получается, что его мыслями управляют все, кто угодно, кроме него. А он сам просто живет в этом вот сериале. Заглючило, вот пишет Геннадий Грицкий. Заглючило, вот весь мир заглючило. Правильно вы написали? Весь мир заглючило. Все живут в таком глюте. Там кто-то, например, какие-то правители, они там что-то мутят. А весь мир живет в этом глюте. И уже сейчас весь мир, а потом СМИ, средства массовой информации, они передают глюте каких-то правителей. И говорят, смотрите, что творится. И весь мир живет в этом глюте, значит, смотрит, будет война, не будет война, будет война, не будет война. И вот там полдня у людей истерика. Почему? Потому что у двоих в голове глюте каких-то там правителей. Дальше все эти глюте перенимают. И все живут, получается, в чужой истории. Поэтому в Торе огромное место Тора занимает управление речью. То есть мы с утра, когда в главной молитве в Шма-Исраэль, мы говорим. Вэлло татуру ахарэль вахарэйны хэм. Не блуждайте, не блуждайте за глазами и за сердцами. Нельзя блуждать. Потому что эти блуждания на сегодня, они очень депрессивные, опасные и беспокойные. И человек, он хочет выйти из этих блужданий. Куда он выходит? Он ищет что-то смешное. Там, комедиклаб какой-нибудь, там еще какое-нибудь. Чтобы просто уйти от этого страха информационного, в котором живет весь мир. Люди Торы, они отключили себя от этого информационного поля и живут в Торе. То есть Тора, это тоже информационное поле, в котором ты изучаешь волю Творца, изучаешь, как жил царь Давид, как жил царь Соломон, как там жила царица Эстер, как жила Рут, когда она мавитянка, которая пришла с Наами. Очень много интересных историй. Талмуд, вообще бесконечное информационное поле. Когда ты в Талмуд погружаешься, ты уходишь вообще в мир. Ты сидишь целый день и думаешь, так, например, шнаймук, зимбы, талит. Двое держатся за талит. Один говорит, я его нашел. Второй говорит, я его нашел. Один говорит, весь он мой. Второй говорит, нет, весь он мой. И они вдвоем приходят в суд с этим талитом. И суд должен решить, чей талит. Два человека говорят, что это их. И ты сидишь целый день и разбираешься, чей талит, как, почему его, почему его, а что значит, понимаете? То есть это тоже изучение Торы, это ты находишься в информационном поле, но очень позитивном, добром и справедливом. Значит, главная книга о том, что нельзя говорить, называется Шмират Алашон, как сохранять свой язык. И мы сейчас дошли уже до пятнадцатого пункта. Пятнадцатый пункт разъясняет пункт четырнадцатый. В четырнадцатом пункте было написано, что можно наводить справки о ком-то, если тебе это важно, это твой потенциальный партнер, или ты хочешь женить детей, или ты выбираешь снять квартиру или не снять. Ты можешь тогда спрашивать о своем потенциальном партнере, даже провоцируя людей на то, что они скажут тебе лошонара, что они, значит, скажут тебе злоязычие, потому что это ты спрашиваешь не для того, чтобы кого-то унизить, там, оскорбить и так далее. Это вопрос, ну, входить в партнерство или нет. Жанна Матвечук, чтобы вырастил ее папа, сын Михаила, роман сына Михаила, чтобы он выздоровел, и чтобы было полное выздоровление всем, кто болеет, значит, было полное выздоровление от Всевышнего, чтобы они знали, что это от Всевышнего. Чтобы после этого они стали добрыми, религиозными и очень оценили то чудо, которое Бог для нас делает каждый раз, когда мы выздоравливаем, это чудо. То есть мы ломаем систему, не Бог ломает, человек ломает, а Бог ее вылечивает. Через врачей, кстати, через врачей. Теперь, значит, пятнадцатый пункт, он нам разъясняет четырнадцатый. Когда мы спрашиваем кого-то о ком-то, для того, чтобы прояснить, быть с ним партнером или нет, наводя справки о ком-то, поясните, зачем вам нужна информация. Значит, Раиса Рахиль, дочь Насти, чтобы была она в РФА Шлыма, чтобы выздоровела она, чтобы было у нее полное выздоровление. Давайте, чтобы было полное выздоровление. Все, кто близкие болеют, кто сейчас присутствует на этом уроке, чтобы было всем полное выздоровление, чтобы сила этого урока, она передалась вот этим вот людям, которым она сейчас нужна, для их спасения, выздоровления и улучшения их состояния. И нам всем очень важно, когда близкие болеют, очень тяжело. Давайте дальше. Значит, разрешено собирать информацию по интересующему нас делу. При этом важно помнить, что человек, которому задают вопросы, должен быть информирован о том, что нами преследуется специфическая и конструктивная цель. Если мы этого не сделаем, знаете, бывает, ты хочешь выяснить о ком-то, и ты говоришь, привет, как дела, что там у Саши, что там у Маши, а у Пети что? А что про Петю вообще говорят-то? Если ты не предупредил, что тебе это нужно, чтобы с Петей знать, да, чтобы знать о Пете, идти с ним в партнерство или нет, а человек сказал, начал на Петю гнать, то ты тогда виноват. Это называется перед слепым, не став препятствия, потому что ты его спровоцировал на произнесение злоязычия о Пете. Теперь он, этот человек, выплеснул сейчас всю свою негативы отношений Пете. И ты его спровоцировал на Лошонара. Он не знал, что это конструктивно. Он это говорил абсолютно неконструктивно, потому что он не знал, что тебе это важно для дела. Значит, вот приводит он пример. Господин Держкович подыскивает жениха для своей дочери. Борух мог бы стать подходящей кандидатурой, но господин Держкович хочет уточнить кое-какие детали. Он имеет право выяснить у Ицхака интересующую его информацию, но при этом обязан разъяснить тому, что информация необходима для определенной цели, что он интересуется, чтобы женить, выдать замуж. Кстати, интересно, я сейчас на эту тему думаю, про женить, выдать замуж. И я понял такую вещь интересную, что ты никогда не угадаешь. То есть ты можешь узнавать, переузнавать, но главное, нам сказал царь Соломон, главное качество женщины это ирата шем, страх перед Богом. Иша ирата шем и титалаль. То есть женщина, которая боится Бога, она титалаль. Она будет прославляема всегда. И вот это главное качество. И я когда об этом задумался, я начал тоже думать, что такое страх перед Богом. Почему так важен страх перед Богом? Почему это так важно? И я понял такую вещь интересную. Вот как раз у меня это отход в сторону чуть-чуть. Страх перед Богом включает в человеке качество, которое сейчас весь мир за ним гоняется, называется осознанность. Когда ты сидишь в какой-нибудь засаде, и тебе страшно, что тебя обнаружат, то ты очень в этот момент осознанный. То есть ты включенный, ты все замечаешь, ты не отпускаешь на автомат ни одно свое движение. И осознанность, она легче всего достигается через страх, через вот это вот состояние такого настороженности, назовем это так. И когда мы говорим, что ирата шем это заповедь бояться Бога, то заповедь быть осознанным. И осознанность достигается через вот эту осторожность. Быть осторожным. И тогда, если ты осторожный, то ты включенный, и ты поймешь, что тебе не надо делать зло, это опасно. Тебе нельзя нарушать заповеди, это опасно. Тебе нельзя на автомате говорить «лашон ра» и «злоязычие», это опасно. И ты тогда будешь осторожный. То есть страх перед Богом приводит к осторожности. А осторожность приводит ко всем остальным позитивным другим последствиям. Но без торы, чтобы знать, что можно делать, а что нельзя, то, конечно, ты, даже если ты осторожный, но ты не знаешь, где враг, где друг, где то, то есть, понятно. Двигаемся дальше. Значит, с злоязычием мы разобрались, продолжаем дальше мы изучать повелевающие заповеди. И сегодня мы продолжаем, вчера мы затронули заповедь Мезуза, и я хотел вам рассказать, какие две молитвы находятся внутри в Мезузе, внутри вот в этом домике находится свернутый пергамент. И в этом пергаменте написано два первых отрывка из молитвы Шма-Истраэль. И как раз это полезно, потому что Шма-Истраэль это главное вообще, это как декларация, декларация, которую мы произносим два раза в день, утром и вечером, и она очень сильно важна. Значит, первый отрывок мы говорим Шма-Истраэль, слушай Израэль, Адунай-Элоэй, ну, Бог Всесильный, Адунай-Эхад, Бог Один. Значит, это включающее, Израэль это имя, был такой человек, которого звали Яаков при рождении. Был Авраам, Ицкак и Яаков. И Яаков, когда в начале Авраам прошел десять испытаний, и Бог ему назвал его любящий меня, и сказал, твое потомство наследует землю, то есть ты больше всех, прямо ты соединился со мной, Авраам, вообще в одно целое, значит, я тебя люблю, твое потомство наследует землю. У Авраама было два сына, Ишмаэль и Ицхак. И до сих пор эти два народа, Ишмаэль, это те, кто исповедует Ислам. Ислам, Ишмаэль, даже, видите, тут похоже, значит, потомки Ишмаэля, имя Ишмаэль переводится, услышит Бог. Видите, тут мы говорим Шма-Истраэль, слушай Израэль, а Ишмаэль услышит Бог, это само имя переводится. И было, значит, Ишмаэль и Ицхак. Ицхак, это переводится, будет смеяться, да, имя Ицхак переводится, будет смеяться. Бог сказал Аврааму, что твое потомство пойдет через Ицхака. Хорошо, у Ицхака рождаются два сына, Эйсав и Яаков. Значит, и Яаков, который был полностью, вот он назывался Ишуалим, он сидел в шатрах и учил Тору. Его было только одно стремление служить Богу. Яаков, он пройдя тоже множество испытаний, таких испытаний на вот именно преданность Богу, на любовь к Богу, на страх перед Богом. Он прошел все испытания, нигде не споткнулся. И Бог сказал, что ты воевал с человеком и с ангелом и победил, и твое имя теперь будет не Яаков, а Исраэль. Исраэль переводится как Сар, Сар это министр, тот, который как министр перед Богом. Тот, который Исар, Эль, Исраэль это тот, который, ну, он как бы министр перед Богом дословно переводится. И второй перевод этого имени, если мы на него посмотрим, Яшар, Эль, прямо к Богу. То есть он прямой Яшар, Эль, прямой к Богу, и Исраэль это как министр перед Богом. А Ишмаэль это услышит Бог. Теперь, когда мы утром говорим Шма, Исраэль, мы как будто бы в себе пробуждаем вот это вот состояние Исраэль, когда ты прямо с Богом, прямо перед Богом, и когда говорят, что, значит, кто такой вообще Исраэль? Ам Исраэль, народ Израиля. Это тот, кто идет по завету Яакова Исраэля, который Бог передал в Торе Машерабейну и еврейскому народу. И любой человек может стать Исраэлем, когда он принимает на себя Тору, он становится Исраэль. И мы с утра говорим Шма, Исраэль, но интересно, что каждый находится в разных состояниях. Человек находится в разных психологических, интеллектуальных состояниях, и иногда ты находишься в состоянии вообще не там чебурашки, знаете, плющит или как Дена Крокодил. Любой человек может находиться в таком состоянии, выпиваешь бутылку водки, например, и ты уже вообще не человек. А иногда ты можешь подняться в состояние ангела. Я думаю, что у каждого бывали такие моменты духовного такого подъема и прозрения. И когда мы говорим Шма, Исраэль, то мы в себе пробуждаем вот это вот состояние высшее. Шма, Исраэль, пробудись, то есть услышь вот это, поднимись на духовный уровень, короче, да. Бог всесильный, Бог один. Все, после этого мы говорим благословенное имя славы царства в эти веков. Это все написано в Мизузе, вот в этом домике, лежит в пергаменте свернутая эта молитва. И дальше идет первый отрывок Шма, который произносят утром и вечером, который написан в Твелине ручном, в Твелине головном и в Мизузе. Идет там такой текст. И возлюби Господа, Бога твоего, вот этого всесильного Бога, Творца Мироздания, который создал Мироздание. Бог это Творец, а Элоэйну, Элоим, это Всесильный, который вся природа, все силы, весь мир, это его производная. И мы говорим, и возлюби вот этого Бога, Творца, который все сотворил, и весь мир это он, Беколи Вавхо, всем твоим сердцем. То есть, возьми свою голову калейдоскопическую, которая собрана из миллиона разных мыслей, которые в тебя вложили через школу, садик там и так далее, и СМИ. И возьми все эти мысли и поменяй на одну мысль. Люблю Бога. И возлюби Господа, Бога твоего, Беколи Вавха, всем сердцем твоим. Беколь Навшиха, всей душой твоим, всем своим телом, вот этим биоскафандром. И беколь Мадеха, всем, что твое, вао двори Маэли, и пусть будут эти слова, какие слова, шма Исраэль, слушай Израиль, значит, пусть будут эти слова, ашер анухим и цавхо аем, которые я повелеваю тебе, это Бог в Торе повелел эти слова произносить каждому из народа Израиля, али вавеха, они пусть будут на твоем сердце. Сердце это мышление. И получается, что ты в день сквозь голову обычного человека проходит 70 тысяч мыслей. И если у тебя эти 70 тысяч мыслей, они никак не связаны с Богом, то ты просто живешь вообще в иллюзии. То есть ты живешь в каком-то информационном таком, информационном таком фильме, да, матрица, да, есть такие фильмы про матрицу. Ты живешь в каких-то таких мыслях вообще, вот человек проводит 70 тысяч мыслей в день, день за днем он все время живет в каких-то проблемах. У него все время что-то надо, что-то у него не получается, кто-то его обидел, на кого-то он обижается, что-то он хочет от этого, кто-то хочет что-то от него. И целый день человек вот живет вот в этой вот мыслемешанине. А мог бы в чем жить? Значит, он мог бы жить, пусть будут слова эти про Бога на сердце твоем, то есть в твоем мышлении. Выши на антам леванеха и научи им своих сыновей. То есть стора безграничная, и когда ты ее изучаешь и обучаешь своих сыновей, и будешь ты говорить эти слова, как мы сейчас говорим. Когда ты будешь сидеть в твоем доме. Когда ты будешь идти в пути, то есть и в доме, и в пути. Когда ты будешь ложиться, то есть ложишься в кровать вечером, значит, произноси слова Торы, скажи перед сном Шма-Исраэль. И когда ты встаешь с утра, то уже проснулся, скажи Шма-Исраэль. И завяжи их как знак на твою руку Тфелин. Пусть будут они знаком между глазами твоими. Вот здесь этот Тфелин. И напиши их эти слова на мизузот, на косяках дома твоего и на твоих воротах. Все, это был первый отрывок. Второй отрывок мы завтра изучим с Божьей помощью, потому что время уже закончилось. Значит, прямо мы увидели, что в первом отрывке сказано, напиши слова эти на косяках дома твоего и ворот твоих. То есть, поэтому в мизузе написаны эти слова, и мы каждый раз, когда мы проваливаемся в эту мыслемешалку, мы в нее проваливаемся, тут же нужно что сделать? Оп, мизуза, коснулся, вспомнил. Цицит увидел, увидел, вспомнил. Кто-то лошонара говорит злозычие, ты вспомнил, о, нельзя слушать, и убежал. Убежал или перевел разговор. Все. Теперь последний коротенький рассказик про Равзильбера. Человек, который мог в любых условиях соблюдать заповеди Торы, и который, как раз мы читаем эти рассказы, чтобы понять, как праведники живут. Вот смотрите. Рассказывает Яков Цацкис. Он врач, он врач, хирург, значит, делал операции в Израиле. И он Равзильбера знает, можно сказать, всю жизнь, еще и сказание. Он рассказывал такой рассказ, воспоминания. У Рэбицкака был принцип, никого не обидеть, лишний раз никому ничего не сказать обидного. То есть, он очень остерегался, чтобы словами кого-то обидеть. Я помню, многие приходили по субботам к ним в дом. Ребята, которые только начинали соблюдать заповеди. То есть, они только были еще из вот этого мира, в котором считается нормальным обидеть, высмеять и так далее. Они переходили в мир, в котором это запрещено, где люди очень берегут друг друга и стараются друг другу делать только приятное. Религиозный мир. И говорит Рабьяков Цацкис, он говорит, я как-то одному знаю, что он такой назойливый, говорю. А среди религиозных тоже есть люди, которые не остерегаются в злоязычии. То есть, они религиозные, но они почему-то считают, что есть некошерное нельзя, а вот обидеть словами можно. И они очень бывают, эти люди, они в этот момент ошибаются. То есть, из-за них, кстати, очень много людей не заходят в религию. Потому что вот есть такие люди, которые считают себя религиозными, но законы злоязычия они не соблюдают. И они столько людей оттолкнули, страшная вещь. То есть, лучше бы они ели некошерное, но и людей не отталкивали своим злым языком. Теперь, значит, и говорит Рабьяков Цацкис, он этому говорит, который только начал соблюдать и пришел на субботу. Как тебе не стыдно? Дай человеку отдохнуть. Он устал, встал рано, с восходом, ходил в Микву. Равыцкак каждое утро окунался в такой родниковый источник, до еще молитвы. Молился, потом он ходил навестить стариков. А он ходил в дома престарелых, сам уже был старый, но он навещал стариков и поднимал настроение. Он же падает с ног. И в это время, в часы отдыха, ты приходишь к нему. Так Рабьяков Цацкис, врач, хотел, чтобы вот эти молодые ребята новые, чтобы они дали Равыцкаку отдохнуть. Он же был тоже очень же пожилой. Так когда Рыбыцкак узнал, он стал меня ругать. Как ты можешь так говорить? У него есть вопрос, а я должен спать. То есть праведник, он к другим мягкий, а к себе стродий. И он потому и называется праведник, что он ко всем мягкий. Он всех понимает, он всех любит, он каждому старается сделать добро. И за счет чего это происходит? За счет себя, за счет своего. Вот как раз это и есть. И он счастливый, вы понимаете? Обычный человек, который живет по-другому, он не счастливый. Почему? Потому что когда ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, то тебе всегда будет не хватать. А когда ты для себя решил, что тебе всего хватает, и ты должен помогать другим, им плохо. А ты полный, тебе отлично. В этот момент тебе реально отлично. Потому что ты ничего, у тебя нет недостатка ни в чем. Это очень интересно. Вот. Хорошо, друзья. Все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. И вопросы насчет того, может ли нееврей, как выполнять заповеди. Говорит Шмай Сраэль. Есть прекрасный портал, называется taldot.ru. Там можно на портале задать вопрос раввинам. И очень много уже годы, годы, годы на этом портале задают вопросы. Вот там, на этом портале раввины-раввины такие, настоящие. У нас мы хотим на Ваикре сделать больше портал для преподавателей Торы. Для преподавателей, причем тот, кто выучил Алиф, он должен этому обучить других. То есть, мы здесь больше идем в преподавании. В преподавании. Дамир, привет, как раз вот. Просто это надо мне сесть и начать ее писать. Как только я, вернее, не писать, а редактировать. Она уже написана, надо редактировать. Давайте я отвечу на вопрос еще дальше. Теперь мы здесь даем знания о Торе. Но дальше, на уровне соблюдения заповедей, там есть много нюансов, на которые как раз отвечают на портале taldot.ru. Там это очень профессиональные люди, которые профессионалы Торы. Там великолепные раввины. И все вопросы по соблюдению заповедей задавайте там, пожалуйста, ладно? А мы здесь изучаем систему, как оно работает. Но помните, главное правило такое, что человека делает религиозным не то, что Бог сделал для него. И даже не то, что он услышал. А только то, что человек сделал для Бога. Только заповеди, добрые дела, выполнение заповедей, какое-то действие в сторону Всевышнего, оно тебя со Всевышним соединяет. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok